Я знаю, что я босрусь по просмотрам, я знаю, что я босрусь по подписчикам, но я готов на это пойти. Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, и настало время высказаться. Я долго в себе это держал, но терпение уже лопнуло, и нужно сказать несколько слов о том, что сейчас происходит в FIFA Community. К этому видосу у меня сподвигла ситуация с Finita, о которой, собственно, сейчас вам и расскажу. Он написал о том, что, типа, якобы у него челленджи не заходят, типа, выкладывают, просмотров нет, типа, что за дерьмо, и все в этом стиле. Все дело в том, что челленджи это довольно-таки специфический контент, и нравится он не полноценному кругу людей, которым нравится FIFA. Взять те же Дротсов, они начинали именно с FIFA, потом плавненько перешли на челленджи, и за счет этого у них, собственно, поднялась новая аудитория, соответственно, новые подписчики, и сейчас они находятся в топе среди фиферов, как я хотел сказать, но они уже не фиферы, они уже челленджмейкеры, так скажем, это уже совсем другая степень. Вы можете посмотреть на просмотре и понять, что FIFA у них уже не заходит так, как челленджи, то есть они приучили уже новую категорию людей смотреть именно вот эти вот блядские челленджи. Давайте будем откровенно и говорить честно, челленджи нравятся в основном, ну, маленьким детям, возможно, там, детсадовцам, ну, детсадовцам, это, конечно, слишком, ну, детям, короче, от 10, там, до 15, до 16. С FIFA совсем другие дела, там совсем другой контингент людей, да, естественно, тоже маленькие дети есть, смотрят, но FIFA также могут смотреть и взрослые люди, то есть если взять тот же паблик Финита и почитать комментарии людей, вы можете понять, что в основном агрятся взрослые люди, говорящие о том, что, типа, вот, типа, блядь, как на это можно смотреть, ведь я, блядь, не пиздюк какой-то ебаный, поэтому мне такая тема не заходит. И, скорее всего, у Финита не заходят челленджи, потому что аудитория совсем, ну, не такая дошкольная, как у тех же Дротсов, там, Германа, Эваниона и прочих. У тебя не настолько пиздючная аудитория, чтобы заходила такая телега от этого и такие просмотры, и, собственно, ты сам по комментариям можешь понять, что отписывают взрослые люди о том, что, типа, ну, бля, ну, это пиздец какой детский контент, и нам это смотреть неинтересно. Поэтому, собственно, кому нравятся челленджи, тот смотрит, там, всяких Германов, Эванионов и всяких Дротсов. Кому нравится FIFA, это в основном, там, я, Финита, Гудмакс, Кефир и вот наша вот такая олдскульная телега. На двух стульях крайне сложно усидеть, поэтому Дротсы сейчас, как я понимаю, отказались вообще от контента по FIFA. Герман также полностью отказался от контента по FIFA, не, ну, иногда, конечно, выходят у него ролики, там, типа, раз в месяц какой-нибудь климатный ролик по FIFA, чтобы по просмотрам не провалился и заебись. Я не могу сказать, что я в восторге от того, что так происходит, типа, много FIFA уже, получается, влились в эту телегу с челленджами и забивают ху на FIFA. Я, конечно, понимаю, да, в плане Ютьюба это, конечно, гениальная тактика, все-таки пиздюков намного больше и заработать подписчиков и просмотров намного легче на челленджах. Но я пока что еще парни держусь, все-таки я не такой дикий охотник за просмотрами и подписчиками и сегодня я вам хочу это доказать и сделать каминг-аут. Каии! Мой каминг-аут будет состояться в том, что я хочу вернуть свой 2015 год. Тот самый момент, когда FIFA расцветала, тот самый момент, когда были интересные рубрики, тот самый момент, когда FIFA делали от души, без кликбейта и без всякой параши. У каждого FIFA было там по несколько рубрик, которые можно было смотреть и ты смотрел с удовольствием. Не было такой ситуации, когда вы заходите на канал Квиферу, на какой-то определенный ролик и вы натыкаетесь совсем не на то, что вам показано на обложке. Да, я тоже иногда кликбейчу, но это очень редкие случаи и я стараюсь сделать это в меру. Ну и как вы понимаете, сейчас в 2018 году я хочу зародить то самое время и выпускать какие-то интересные рубрики и делать от души, нежели клепать ролики с кликбейтами и радоваться своим, так скажем, нечестным просмотрам. Вы не подумайте, я не имею ничего против челленджа, но сейчас они уже просто вот здесь вот сидят, благодаря некоторым фиферам, которые опопсели, так скажем, данный жанр. Раньше как было? Ты выходил на поле с фиферами, там, махал своими кривыми культяпками и нам казалось, что это нечто уникальное, нечто интересное. А сейчас ты смотришь и думаешь, блядь, ну это пиздец, пацаны. Я, конечно, понимаю, что новая аудитория приваливает, там новые люди, которым это интересно, но по отношению к фифке, мне кажется, это вообще нечестно. Хотя у фифки же нет души и вообще как бы ей похуй, это я уже хуйню поднесу. Ну ладно, короче, в целом вы поняли, что я имел ввиду и что пытаюсь я до вас донести. Бля, пиздец, я вообще вылетел из фокуса, ну ёбаный рот, камера, не неси хуйню. Сказать честно, за последнее время я сделал несколько роликов, которые я бы не хотел бы делать. Я делал ролики, которые я знал, что выстрелят, я знал, что они зайдут, именно поэтому я делал. То есть я делал без удовольствия. Да, это правда и, возможно, это касается и других фифров. Сто процентов, как бы, люди делают то, что выстрелит, то, что зайдет по кликбейтному состоянию. Это абсолютно не кликбейт. Я знаю, что я босрусь по просмотрам, я знаю, что я босрусь по подписчикам, но я готов на это пойти. Ради душевного контента я готов. Да, возможно, грядет революция на моем канале, так скажем. Ну, это, возможно, громко сказано по меркам Ютуба, но по меркам моего канала это будет реальная революция. Я постараюсь поменьше кликбейтить и побольше крутых рубрик делать. Но главное, чтобы вы поддерживали это дело. Ты или играешь по правилам Ютуба, идешь по одной дорожке, которая называется кликбейты, челленджи и прочий поносный контент, или же ты идешь по другой дорожке, более честной, более справедливой, но там будут у тебя обрезаны и просмотры, и подписчики. Я готов на это пойти, я готов рискнуть. Не факт, что это будет на протяжении, как бы, всей истории моего канала, но в феврале, в марте и в апреле, возможно, я буду пилить вот такой вот контент душевный, который я пилил раньше. В ближайшее время ждите one-up на Роналдинио, возможно, восстановлю прошлые рубрики по типу назад в прошлое, там Squad Builder Challenge, ну, в общем, я придумаю что-нибудь классное и интересное. И, возможно, восстановлю некоторые старые рубрики фиферов. Вот реально я сейчас задумался, типа, нет ни одного фифера, у которого остались рубрики из прошлых фифов. Типа, возьмите того же Ставра, там у него были крутые рубрики по типу остаться в живых, перевертыш, там еще какая-то рубрика интересная была, которую я на протяжении долгого времени смотрел, получал удовольствие. Кефир сейчас возродил Мазарашу, вот за это ему прям большой респект. Ну, в общем, можно вспомнить там каждого фифера по одной-две рубрики, которые я лично смотрел. Но сейчас все проебалось, мы утонули в кликбейте, в челленджах и в целом в поносном контенте. Так что, парни, такие вот дела. Я не буду байтить на лайки, просто если вам понравилась моя идея, моя мысль о смене формата канала, то поддержите меня лайком. Только вот честно, если вам нравится, то ставьте лайк, если не нравится, ставьте дизлайк. То есть тут все честно, я не буду вас выпрашивать лайкусики там быть. Ставьте столько-то лайков, если не выходили, чтобы это все пошло. Это все пойдет. Главное, ваша личная поддержка. Если вам нравится, поддерживайте. Пишите в комментариях что-нибудь там, а не так, чтобы там через «не хочу» писали о том, что типа «да, пандос, это круто». Типа, если круто, пишите, что действительно круто. Ну и в комментариях вы можете предложить какие-то свои рубрики, возможно, рубрики других фиферов. Я возьму у них стащу с 2015 года и буду пилить на своем канале. Посмотрим всякое возможно. Просмотры упадут, я откачусь обратно в 2015 год со своими просмотрами в районе 100 тысяч, но мне похуй. Я готов на это пойти ради душевного контента. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю и всем хорошим настроением.